И снова привет, друзья! Привет всем, кто продолжает свое путешествие по просторам игры Клондайк ВКонтакте! Сегодня немного необычное видео. Почему необычное? Ну, потому что это будет видео про локацию, на которую могут попасть не все, и только если вы построили стража, одного из стража, лабиринтов полностью. Тогда есть возможность сделать портал и через этот портал отправиться в локацию, которая называется Чёртов Клин. Чёртов Клин, друзья, это локация, которая уже какое-то время назад была, на самом деле очень давно. И если мы в нее заезжаем, то через 7 дней она закроется. Приезжаем и видим, что никаких заданий здесь нет. Нет, приза за расчистку тоже не предусмотрено, а это потому, что я в Чёртов Клин уже ездил. На самом деле, если вы сюда приедете в первый раз, то, возможно, и будут эти задания, и приз за расчистку, не знаю. Это я проверить уже не смогу. Ну вот, смотрите, один куст открываем, и вот такие вот глыбы, камни с руническими символами у нас вылазят и вылазят. И так и будут по всей локации продолжать появляться. Вот эти жёлтые с солнышками на 80 камней, с красными символами, это на 100. И кроме них ещё кусты, трава и в огромном количестве камни на 45 и 25. Дальше ещё будет интереснее, там будут и деревья появятся на 200, и огромный куб в конце. Это просто шедевр какой-то разработчики, конечно, сделали, очень красивый. Чуть попозже вы это всё посмотрите. 80-е, да, если у вас много малиновых звонов, то прошлёпать здесь можно довольно-таки всё быстро. Но я что-то со звонами подзастрял после этих локаций праздничных двойных, и звонов мало. Но ничего страшного, мы берём 50-е пироги, опускаем до 78, и чизкейками или другими какими-то энергетиками всё это будем мы лупить. Ничего не надо никуда везти, всё здесь на локации открывается, как в железной дороге, открывается и сразу летит на склад. Ещё и один положительный момент, здесь на локации раскидано большое количество ресурсов всевозможных. Это и сундуки, которые раньше вот они были в квесте на этой локации. Приезжаешь и нужно было собрать сколько-то древних вот этих или резных, не помню как они точно называются, сундуков. И за них какой-то был тоже подарок. Сейчас это отсутствует, но таких сундуков здесь будет много. Кроме них ещё и амфоры, и ящики, и коробки. Всё тут будет очень много этого насыпано. И в конце, когда уже мы откроем всю локацию, сможем мы это дело всё собрать. И это будет очень даже красиво. Сотые опускаем до 93 и спокойно, спокойненько открываем. Есть же у нас энергетики на 60, с ними стало очень даже удобно. Наконец-то в северном плато я могу делать эти энергетики. Докопал я всё-таки локацию и видео, в принципе, на подходе. Скоро вы его сможете понаблюдать, что там происходит. Но северное плато, конечно, да. Это, ребята, жесть. Вот так вот опускаем до 93 и бьём сотый. Сотые сыпятся, конечно, да. Здесь здорово и уголь, и самое главное – ветер. Но не в том количестве, на которое я рассчитывал. Где-то писали, что выпадает прямо уж очень огромное количество ветра. На самом деле, забегая вперёд, скажу, ну, около 12, наверное, тысяч. Не смог я точно засечь, почему-то поздно сообразил это дело посчитать. Ну, примерно от 10 до 12 тысяч ветра. Но всё-таки, конечно, это результат неплохой. Вот такие 45-е камни. Ох, их здесь будет очень и очень много. И продолжают появляться и открываться вот эти резные сундуки. Или древние. Ну, в принципе, у них то же самое из них падает. 25-х камней тоже очень много. Энергия летит и летит со страшной силой. Сейчас, чуть позже, попробовал я даже небольшой такой рывок сделать. Сейчас посмотрите, что из этого получилось. Просто как пример того, что если у вас много энергии на 40 и на 50 энергетиков, то можно чистить локацию с огромной даже скоростью. Вот так вот. Ну, а мешает немного облака, но всё равно вы сейчас всё это дело посмотрите. Отправил я персонажа как можно дальше от камней. И начинаем подряд фигачить ему, ставить работу один за одним. Камни, 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 камни. Как можно больше, чтобы успеть поставить, он начинает долбить. А мне остаётся только пополнять энергию, успевать, чтобы не прозевать. Ну, сами понимаете, чтобы этот процесс не остановился. В принципе, у меня это дело получилось. И вот так вот мы камни ставим ему, ставим. Он там бедный путается, ходит туда-сюда-обратно. Но, как вы видите, очень здорово получается. И картинка с ресурсами, ну, не пропадает. Она обновляется и обновляется. И всё больше и больше всевозможных ресурсов, коллекций и энергии улетает к нам на склад. Если бы можно было, конечно, по-другому чуть-чуть сделать, ещё больше убрать вот этих 80-х, оставить 45-й и 25-й, тогда прям за пару минут можно было бы влупить эту пол-локацию, вот так вот пополняя и пополняя энергетиками запас энергии. Но не проспал я здесь ни разу. Успевал как-то заметить, когда нужно съесть энергетик. И вот смотрите, что там открывается. Сейчас, через буквально минуту, мы увидим вот этот самый огромный куб. Это, респект разработчикам, такой объект, я думаю, не часто увидишь и немногие его наблюдали. Ну, за исключением тех, конечно, кто уже в чёртов клин отправлялся в 2014 году. 5 лет назад, друзья, это было. Я, честно говоря, не особо даже это дело помню. На 200 деревья ставим их в помощь. И вот он, вот такой вот красавчик. Честно говоря, надо было ему, конечно, сделать 500 единиц энергии, но почему-то сделали 200 всего. Тем не менее, очень даже красивый камень. Сейчас мы всё узнаем, что из него может насыпаться. И смотрите, сколько ресурсов уже в конце, в конце этого нашего путешествия раскидано по локации. Вот такие вот горы выпадают из угля и камней. И ещё пару камней. Да, здесь ещё влияет, конечно, если помощь вам оказывает ваш компаньон, то намного всё быстрее происходит. Мне моя помощница помогает, и мы как-то с ней так сработались, что никаких проблем у нас с расчисткой никогда не происходит. Вот эти вот сундуки и... А, ещё дерево одно осталось. Вот так, сейчас глянем. Конечно, выпадает много. Это всё деревья и энергетики летят к нам на склад. Летят и летят, не перестают. Вот он, ещё один респект моей напарнице. На 200 куб разлетается. Смотрим, что же мы тут заработали. Вот такая вот неплохая кучка очень даже получается. И, видимо, там ещё сундук был какой-то врезан в неё, в этот куб. Потому что летят и летят маленькие ещё какие-то артефактики. И теперь начинаем собирать мы вот это всё, что у нас разбросано по локации. Ребята, это вообще вот было самое, наверное, интересное. Просто нажал один раз на вот эту вазу или на сундук, а потом вводишь и вводишь по локации, и вот это вот продолжает и продолжает всё взрываться, открываться и лететь с бешеной скоростью на склад. Сами понимаете, да, локация прекрасная. Таких бы побольше и почаще. Приезжаем, отдыхаем, никуда не надо ездить, никакой керосин не тратится. Просто долбим всё, что можно и собираем тоже всё, что можно. Не прекращаются вот эти вот подарки наши. Ещё очень много их нужно собрать. Немного, конечно, мешают вот эти облака, но хотел я их попробовать динамитом. Пошлёпать не получается. Приходится смотреть вместе с ними. Ещё какое-то количество есть вот этих объектов. И самое интересное, ну, не самое последнее, что здесь будет сейчас на этой локации, я, честно говоря, потом уже только сообразил, что никакого приза за расчистку не будет. А, вот угол ещё остался. Оставил небольшой кустик здесь вот справа внизу. Сейчас мы его бахнем, и ничего не произойдёт. Никакого расчистки на 100% никто нам не зачтёт. Но это ничего страшного. И смотрите, что ещё в конце здесь происходит. Одна амфора. Ну, несколько объектов, да, их очень в этом, в облаках тяжело было замечать. Но сейчас ещё разок мы всё посмотрим и откроем, если ещё что-то осталось. Вот он, небольшой куст травы. И как бы должны нам дать подарок за расчистку. Но, увы, ребята, этого не происходит. Ну, ничего страшного. Но происходит, смотрите, ещё что. Вот эти вот, даже нельзя здесь включить функцию продать, ничего продать здесь нельзя. Динамит. Динамит я случайно взял, и вот это было ещё продолжение, случилось в нашей истории. Очень даже красиво начали взрываться вот эти столбики по краям карты, которые находятся. Ну, прокрутил я, сейчас вы их увидите. Вон они, вот такие вот небольшие столбики. Но они разлетаются очень даже прикольно. И с них опять что-то сыпется и сыпется нам на склад. Вон сколько коробок, ящиков и коллекции летят и летят с новой силой. Ну и опыт, конечно же. Энергии у нас уже не убавляется. Кажется, что их мало, этих столбиков. Но динамита не посчитал. Я раз, два, три, ну штук шесть, наверное, ушло, чтобы все их собрать. По опыту марафона уже должны многие знать, что, ну и те, кто мои видео смотрят иногда, что динамит не нужно выбирать, куда ставить. Он сам найдёт то, что ему взорвать. Берёте где свободное место, туда его шлёп, чтобы время не тратить. Вот так вот всё, нечего взрывать. И динамит сам найдёт, что взорвать. Поэтому смотрим, что же мы здесь ещё пропустили. Ничего нету, ничего нету. Вот так вот без энергетиков практически я остался с этой локацией, да. Очень затратное мероприятие, но думаю, оно того стоило. Куб, конечно, да, красивый и замечательный. Путешествие получилось прекрасное. Поэтому, друзья, все, кто имеет возможность съездить в Чёртов Клин в этот, вы не пожалеете. Тем временем обновление уже наступило в игре Клондайк. Сегодня четверг. Новую локацию опять нам сделали. Ребята, полный вперёд. Добавляйтесь, друзья. Удачи всем и до новых встреч на канале. Ребята, полный вперёд.